Рад приветствовать Продолжаем Что хочу показать Возникают ситуации, когда нам необходимо перенести тяжелый груз неподготовленно У нас нет рюкзака Ситуации самые простые Потому что будем их моделировать Ситуация такая Вам нужно раздобыть какое-то пропитание Злодейским образом И утащить его на дальнюю дистанцию Значит, вот здесь перед вами лежит произведение, называемое Cartomesh Фирма такая, которая производит рюкзаки Короче, картофельный мешок В нем 50 кг картошки Это большой мешок, в нем 50 кг Тащить его каким-либо из способов, набросив себе на шею, под этим, под мышками, волоком Понятно, это нереально Если кто сомневается, возьмите мешок 50 кг, набейте в него картошки и отнесите на 2 км И вот все иллюзии сразу закончатся Что я бы взял так, я бы понес так Вот на этом, как бы, вы все поймете, про что я говорю Что у нас, допустим, бывает? У нас нет ничего Мы что можем раздобыть быстро? Да, вот, к примеру, мы нашли сам мешок картошки, который уже есть Вот поперли его злодейским образом, как я говорю Вырубили две вот таких палки Палки берутся вот по ширине плеч, чуть шире Одна и вторая палка Бельевая веревка Это самая доступная веревка, которую мы можем найти Вот, значит, где-то потолще можно связать Если покрепше, она делается так Значит, если просто привязать веревочку к рюкзаку Вы прекрасно понимаете Опять же, я еще раз говорю Если кто-то сомневается Возьмите обычную белевую тонкую веревочку Вот такую вот А вот это плоская веревка фактически Набейте, не надо даже 50 кг Положите килограмм 10-15 И прогуляйте с этой веревочкой на плечах И что у вас будет с плечами, вы поймете Кто носил это дело, тот знает Значит, теперь смотрите, в чем фишка Этот мешок тяжелый, я еще рассказал А нам надо его транспортировать далеко Поэтому делается вот такая система Это берется веревка Вот здесь мы выделяем Картошки, которые находятся в мешке И подвязываем веревку так, чтобы остался еще вот сюда кусочек Вот, оставшийся И палку вот эту подвязываем непосредственно к этим веревочкам Так же, чтобы она была плотна Вот это вот, что у нас идет Здесь я показываю Здесь вторая палка К ней на уровне вот этих вот мешка Я навязал узлы стремя Это вы все знаете, как они вяжутся Здесь подвязал, сократил веревочку И здесь просто петля Которую набросили на мешок Все, просто петля набросили на мешок И вот эта конструкция у нас получилась Теперь я покажу в действии это все Я еще раз говорю 50 килограмм Это груз довольно-таки тяжелый Поэтому, что мы делаем? Вот Можно лечь там, в него подлезть Или еще что-то Можно накинуть его на себя сразу Так, вот эта палка, видите? Мы сразу на пояс поддергиваем Чтоб нам было удобно Находим вот эту палку И теперь, смотрите Этой палке нужно лечь так Чтобы она не лежала на шейном позвонке Вот Поправляем лямочки Что получилось? Принцип коромысла Палка давит на широкие мышцы спины Скажем так, да? И вот это то, что веревка тонкая Она не настолько мощно убивает плечи То есть, она давит вот здесь Но не давит на верхнюю часть мышцы Которая приводит к тому, что руки начинают отниматься просто-напросто Да? Дышать свободно Потому что нет пережатия Лучше, если есть рукавички В эти места Сложив их Вот сюда подложить Вот Тогда становится еще более комфортно Для чего нужна вот эта палка внизу? Вы понимаете Чтобы разгрузить Основную нагрузку на плечи То есть, если нам нужно двигаться Вот мы чуть подпираем Можем идти так Когда чувствуем, что нагрузка где-то большая Мы просто поддерживаем вот здесь Этот мешок Да? Вот Если нужно менять какое-то положение Мы можем просто руками варьировать Снять какое-то время Пройти под грузом Чтобы еще расслабить плечи Опять отпустить Теперь, значит Смотрите Я покажу Что одно дело показать Что я просто наделаю это чудо И стою здесь, прыгаю перед камерой И второе Сейчас вы увидите Что я буду двигаться в сторону леса Ну так вот Мы сейчас перешли на другую точку Сюда вот, да? И теперь я покажу Значит, смотрите То, что это функционально Вот Я еще сколько стою с этим мешком С вами разговариваю Руки свободные, да? И теперь наблюдайте Я сейчас буду преодолевать Ну вот это Пройду Зарезу вверх И пойду к лесу Значит Ну ладно, все, пошел Вот Показываю Начинаем спускаться Мы хоп Чуть подгрузили Разгрузили плечи Чтоб можно было Слезать попозже Вот даже падение Ничего страшного Потому что руки Не загружены Мы можем подняться Как раз очень удачно Получилось Видите Это функционал Если бы мы что-то пытались Тащить на руках Было бы очень чудно Мы бы прыгали Как лягушки С этим мешком Очень сыро Похожем Продолжение следуета Сырка Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok